всем добрый день с вами канал gt класс я андрей щетников я алексей колчин и мы продолжаем тему начатую в ролике где же хранится заряд внутри электрического конденсатора вообще говоря исходно мы хотели сделать совсем другой опыт и вовсе даже не с высоковольтным источником а с вот этим источником на 30 вольт давай включая его конденсаторы был уже для него приготовлен вот его нижняя обкладка вот мы положили диэлектрик тонкую пластинку и вот поставили сверху вторую обкладку ну и теперь его на 30 вольт заряжаем лежа а теперь мы будем разряжать его на вот эту неоновую лампочку прикасаемся раз и с лампочкой ничего не происходит потому что она загорается при напряжении если я правильно помню 120 вольт 30 вольт недостаточно а теперь смотрите что я сделаю я беру и приподнимаю верхнюю обкладку и лампочка на мгновение вспыхнула давайте для начала разберемся почему так происходит рассуждение здесь совсем простое мы зарядили конденсатор от источника до некоторого напряжения у и соответственно на его пластинах появились заряды противоположного знака q равняется c у где c это емкость конденсатора потом мы источник отомкнули теперь заряды на пластинах будут постоянными чтобы мы с этими пластинами не делали а мы берем и одну пластину отодвигаем от другой меняя тем самым емкость конденсатора емкость уменьшилась и при постоянстве заряда должно напряжение увеличится и вот это увеличивающее напряжение и пробивает неоновую лампу и вот кажется что мы уже все объяснили и все понятно но кроме ожидаемого эффекта мы обнаружили еще один эффект совсем нами не ожидавшийся давайте сейчас мы его тоже покажем включаем источник заряжаем конденсатор отомкнули замкнули цепь лампочка пока не горит как и положено теперь смотрите я поднимаю лампочка вспыхнула а теперь я опускаю и лампочка загорается еще раз хотя напряжение при этом должно было не возрастать а падать еще раз поднимаю опускаю поднимаю опускаю лампочка каждый раз вспыхивает причем если вы внимательно смотрели то заметили то вспыхивает то один то другой электрод внутри нее ну и вот это удивительное явление мы предлагаем вам объяснить руководствуясь тем что вы уже поняли по отношению к нашему первому ролику и все ваши соображения как обычно пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе